Всем привет! Мы начинаем наш эфир. У меня в гостях Галина Хкарнахуева, основатель агентства Кабарга, и мы сегодня будем говорить про ТикТок. Сегодня мы будем говорить про то, что делать пиарщику в ТикТоке, что делать бизнесом в ТикТоке различным. Также призываем вас задавать вопросы нам в комментариях, мы с удовольствием на них будем отвечать. Примерно 30-40 минут мы рассчитываем пообщаться на тему, поэтому вот задавайте вопросы, ставьте лайки нашему эфиру с тем, чтобы его видело как можно больше людей, и давайте общаться. Я хочу начать с того, что напомнить, что 27-28 мая, как видно здесь у меня на фоне, мы в Москве проводим большую конференцию нашу ежегодную, эффективная пресс-служба 2021, наконец-то в офлайне, наконец-то вживую, все будем общаться, будем, несмотря на все как бы угрозы, так или иначе, пожимать друг другу руки, может быть, в перчатках, иногда даже обниматься, и самое главное, будем видеть глаза друг друга и общаться вживую, и на этой конференции в том числе будем выступать и я, и Галина, и Галина расскажет нам как раз подробно на конференции о том, что же делать бизнес в ТикТоке, а сегодня мы поговорим частично. Часть информации выдадим сегодня в эфире, а все самое вкусное, конечно, оставим для доклада, и вот мой первый вопрос Галине, что будет в докладе, что самое вкусное вы нам приготовили и расскажете участникам конференции. Ну, во-первых, выступать я буду не одна, выступать я буду в паре с соосновательницей агентства, моим другом, партнером, я не знаю, боевым товарищем Яной Бубиновой, и расскажем мы, естественно, не только зачем бизнесу ТикТок, сколько это стоит, но и то, как последовательно развить контентный аккаунт, потому что в ТикТоке все еще, несмотря на то, что ТикТок очень быстро растет и развивается, и принимает, все больше принимает такую монетизируемую модель бизнеса, как бизнес, и в нем все еще можно расти органически, то есть без вливания средств рекламных на продвижение. Собственно, все это мы и расскажем. Ну, и расскажем, и покажем кейсы, кто как успешно это делал, и чего добивался, и каких результатов. Ну, вот давайте начнем. Я уже, как бы, пока мы подключались к эфиру, задал вопрос, насколько вообще понятно, что, ну, как поговорим о том, кому это нужно, да, кому, каким компаниям, если мы говорим про бизнес, в первую очередь нужно бежать в ТикТок. Да, понятно, что всем, кто имеет дело с конечными потребителями, я так понимаю. Да. У всех, кого модель бизнеса direct-to-consumer или business-to-consumer, всем можно идти в бизнес, потому что, прежде всего, ТикТок работает на самый верхний уровень воронки продаж. Это охват и интерес. То есть сейчас в ТикТок активно выходят, или уже почти, практически вышли все розничные бренды. Неважно, они могут быть, мультибрендовые магазины, сетевые, назовите как угодно. В общем, все те, кто занимается розницей. От тех, кто занимается развлечениями, типа там, я не знаю, онлайн кинотеатров, стриминговых сервисов, до людей, которые просто продают хлебушек. Ну и позднее всех, как мы понимаем, приходит туда B2B. Вы знаете, B2B туда выходит, но чаще туда стартуют все-таки немножко по-другому, но по моему наблюдению. Чаще туда приходят эксперты непосредственно для развития либо личного бренда, либо просто в силу любви к собственному продвижению, любви к ТикТоку, да, приходят эксперты. Да, B2B развивается тяжелее всего там, но для B2B, естественно, там есть тоже место. Ну, в конце концов, все говорят, что Facebook у нас как-то развивался, тоже начинала развиваться какая-то B2C-шная история. Посмотрите на страницы компаний, которые работают непосредственно на B2B и на очень-очень узкие сегменты. У них просто багический СММ бывает. Ну, вот, на мой взгляд, есть два как бы самых распространенных стереотипа и мифа по поводу ТикТока. Первый, что там одни дети и подростки, что это подростковая соцсеть. Ну, и второй, что там только про кривляние под музыку. Ну, это, естественно, не так. Я видел статистику, аудитория там вполне себе взрослая, 25-45 очень хорошо представлена в России, на мой взгляд. Ну, и совершенно не только там кривляние под музыку. Какие форматы им, вот помимо того, что мы изображаем, что поем песню, какие форматы на самом деле бизнес использует? Вы знаете, под музыку уже не... пение лепсинки под музыку, они уже не заходят давным-давно. Если только это, не знаю, топовый блогер, который уже давным-давно известен, у которого уже наработанный личный бренд, лепсинки не заходят. Поскольку, как правило, это певцы, для них лепсинки, ну, это такое... Совершенно согласна, и сам ТикТок, который исследует свою аудиторию российский, и различные исследовательские компании, которые занимаются мониторингом в соцсети, подтверждают, что самая большая аудитория в Фейсбуке сейчас – это люди 25 до 34 лет. Нет, да, пользователи ТикТока, 25-34 года, те, кто потребляет контент. Конечно, все-таки пилят контент чаще более молодая аудитория. Вот. Ну и что популярно среди них? Ну, тренды. Все больше становится популярным для экспертов формат «Говорящая голова». И тут, на самом деле, не столько... Тут нет такого, чтобы я сказала. Вот эти три топовых, не знаю, типа контента используйте, и будет вам счастье. Ничего подобного. Есть люди, которые не используют никакие тренды, ничего. На фоне белой стены разговаривают, делают классный, реально очень смешной, или очень клевый, или очень полезный, или и то, и другое, и третий контент, и прекрасно себе залетают. Вот. Ну, вот последний пример у нашего продюсера, с которым мы сотрудничаем, у него есть женщина-клиент, которая... Женщина, которая пошла в ТикТок, очень взрослая, специалист по миграции. Она рассказывает, как мигрировать из страны или в страну. Там, из России в другое место, или в Россию. Что нужно для этого сделать? У него, у роликов, очень хорошие миллионные, многомиллионные просмотры. Естественно, большое количество подписчиков. Вот так. Есть люди, которые учат, есть адвокаты, юристы в ТикТоке. Уйма, уйма людей. Ну, вот все тиктокеры молятся на рекомендации реки, так называемые. То есть, когда ты поешь, танцуешь под ягоду малинку, все понятно, да? А насколько реально попасть в рекомендации с серьезным образовательным, например, контентом? Ну, смотрите, чтобы попасть в реки, нужно выполнить четыре условия. У тебя должно быть много лайков, должно быть много комментариев, много репостов и досматриваемость ролика. Если хотя бы один из этих четырех элементов классно качает, то есть, допустим, у вас не очень много лайков, не очень много комментов, не очень много репостов из ТикТока в другие соцсети, но классно, досматриваясь много просмотров, вы попадаете в реки. Чтобы попасть в реки, что нужно сделать классное заходное видео. Все очень просто. Просто и одновременно сложно, понимаете? Чтобы победить Голиафа, нужен Давид. Вот вам рецепт. Да, но нужно, чтобы еще было достаточно этой самой аудитории, которая готова этот серьезный контент там воспринимать. Ну, вы знаете, на самом деле в ТикТоке не нужно быть как-то что-то, что называют тиктокеры ужасно душным, занудным и на сложных вещах сидеть и рассказывать какие-то серьезные вещи. Все, что угодно, включая квантовую физику, можно рассказать в игровой манере. Эдютейнмент еще никто не отменял. Вот принципы эдютейнмента только короче работают в ТикТоке. Ну, и вот по количеству контента всегда возникает вопрос, ну, классический вопрос, который мне задают на любом тренинге по соцсетям. А сколько постов в день нужно делать в соцсети там и в какое время публиковать? Что отвечает? Слушайте, ну вот сейчас для того, чтобы нормально, вот если прям нулевой контент брать и экспертов как-то развиваться, 3-4, а то и 5 в день. Я слышал 15. Я говорю, почему не идете в ТикТок? Это 15 постов в день надо делать, где же мы время возьмем? Ну, 15 это что-то прямо, он маханул, конечно. Ну, вот от 3 до 5 совершенно точно нужно делать постов, причем нужно их, естественно, продумывать. При этом, если мы говорим о времени, а мы все люди с вами работающие, люди занятые, то все это делается очень просто. Пишется от 90 до 120 сценариев коротких, или просто вопросов, выбирается 1-2 съемочных дня, и блоками все снимается, большими съемочными днями. Потому что если каждый день тратить время на 15 минут вот так вот, на 15 раз вот так вот с собой разговаривать, это просто, ну, действительно, неквалифицированный тайм-менеджмент. А какие расценки сейчас на рынке на производство контента для ТикТока? Я слышал, что, ну, вот фрилансеры нанять, чтобы вести ТикТок, это 50 тысяч, а агентство это 500 тысяч. Да, примерно так. Очень сильно зависит еще все-таки, очень сильно все зависит от самого заказчика, потому что можно спуститься и до 250, до 300. У нас есть клиенты, с которыми мы работаем за такую цену, но это клиенты, с которыми мы можем заранее прописать какие-то вещи, которые сами подкидывают какие-то идеи для контента. Люди, которые внутри умеют организовать все хорошо и грамотно, чтобы не было в съемочном процессе, не было простоев каких-то. Люди, у которых есть, ну, условно, есть эксперты, говорящие голову, которые быстро закрывают все вопросы. Вот. Поэтому, в принципе, от 300 до 500, да, это агентская вещь. Один человек-фрилансер может что-то снять для малого или среднего бизнеса, но для крупного бренда все это все-таки агентство, потому что агентство – сценарист, креатор, видеооператор, который снимает под конкретный формат, визажисты, режиссеры и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и таргетологи, естественно, потому что все-таки в ТикТоке уже можно настроить таргет давным-давно. Сейчас к этому как раз перейдем. Ну, вот, допустим, у нас компания, у которой есть там генеральный директор, который сам не готов, конечно, сниматься в ТикТоке, ну, и никого особенно нет. А как быть, кого показывать в кадре, то есть как решать такие задачи? Ну, слушайте, я тоже сталкиваюсь с этим возражением, что я вам клоун, что ли? Это я сейчас цитирую одного из клиентов, чтобы в вашем ТикТоке сниматься. Все очень просто. Директор компании или, там, я не знаю, представитель правления или, там, не знаю, представитель совета директоров – это вовсе не то лицо, которое будет что-то продавать. Поэтому берем фронтов, отбираем среди фронтов наиболее тиктокабл. Я не знаю, как еще их назвать, тиктокабл. Людей обучаем, натаскиваем, учим, и они становятся условными лицами бренда в ТикТоке. Иногда такое не проходит, потому что, ну, вот, их нет. Тогда нанимаем, естественно, актера. Либо наснимаем среди блогеров, нанимаем амбассадора, ищем, который релевантный, релевантный бренду, совпадает по ДНК с брендом, вот для конкретного бренда. То есть нет ничего, для коммуникатора нет ничего удивительного, нового и внезапного. Все по старым, новый канал по старым методикам. Ну, вот, завели мы канал, наснимали мы контент, и понимаем, что, ну, что-то не взлетает, надо продвигать. Какие инструменты продвижения? Ну, есть, во-первых, если не взлетает, нужно посмотреть, в чем причина. Можно просто с кем-то посоветоваться, можно в профессиональную группу, где тиктокеры тусуются, закинуть вопрос, задать, потому что там, как правило, сидят люди неравнодушные, всегда советом помогают. Вот, в Фейсбуке есть такая группа. Вот, можно у агентства спросить, агентство тоже поможет всегда, и совершенно просто в рамках встречи скажет, что что-то не так. Вот, во-первых, нужно понять причины, почему они залетают. Ну, их может быть огромное количество, этих причин. Сразу бежать и выливать деньги на рекламу не стоит. Сначала можно, может, подумать, может, что-то не так, может быть, вы как-нибудь немножечко неинтересно рассказываете, или, может быть, вы немножечко скучный, или еще какие-то вещи, или вы очень зашоренный. Ну, в общем, провести анализ, прежде чем лечить анализы делаю. Вот. Проводим анализ, выявляем причину. Сначала можно попробовать и пытаться все-таки расти органически, потому что любое продвижение, оно же должно садиться на что-то, на какую-то почву. Вот. Так эту почву сначала нужно сделать, чтобы вишки на торт поставить, нужно коржи выпить. Вот. Так вот сначала делаем коржи, а потом вишенку на торт. Вот. Поэтому я бы не стала, на самом деле, если не залетает, не залетают ролики, не знаю, не залетает контент, не становится больше подписчиков. Сначала нужно подумать, в чем причина. Вот. А потом уже бежать, выливать деньги. Ну, а так, если все хорошо, и если пошел, пошли подписки, пошла органика, то, конечно, можно попробовать и буст ролика, то есть это продвижение ролика, чтобы он показывался большему количеству людей. Потому что чем больше показывать, тем больше подписок. Чем больше подписок, тем больше у тебя условная аудитория, да, в которой ты потом можешь продать что-то. То есть создание сообщества внутри одного аккаунта. Вот. Есть, естественно, в самом ТикТоке есть рекламный кабинет, там есть несколько целей, охват, там скачивание мобильного приложения, переход по ссылке и так далее, и так далее. Ну, то есть там рекламный кабинет очень похож на фейсбучный в Таргете, поэтому там ничего такого сложного нет. И, естественно, интеграции блогерские, мои любимые, мой любимый формат. Можно посотрудничать с известными ТикТоки, для того, чтобы подрастить свой аккаунт, либо подрастить интерес к своему бренду. Одно с другим может быть параллельно совершенно. Какие примеры расценки на интеграции в ТикТоке? Ну, смотрите, сейчас пока блогер с количеством подписчиков один миллион берет от 10 до 30 тысяч рублей за одну интеграцию, то есть за один ролик. это не считая того, что он, допустим, если вы захотите ролик, который он снимет для вас и вам отдаст, не считая производства, не считая ничего, это просто вот гонорар ТикТокера. Естественно, туда не включаются ни комиссии, а агентства, ни какие-то, я не знаю, проценты за переводы из одного банка в другой банк, транзакции и так далее, и так далее. А в ближайшее время эти цены будут расти, а осенью, скорее всего, вырастут, но серьезно вырастут. Ну, насколько я понимаю, в отличие, например, от Инстаграма, где можно делать гениальный контент, но если не вкладывают деньги, то сегодня бесполезно, в общем, сам он продвигаться не будет. ТикТок пока еще именно дает много органических. Пока ТикТок поддерживает молодых авторов и молодых тоже, пока ТикТок поддерживает авторов, можно расти органически, то есть не сильно вкладываясь в контент. Только вопрос в том, с чем вы придете, что такого полезного, веселого, интересного людям принесете. То есть тут так же, как в пиаре абсолютно. Нет такого, чтобы ты пошел и понес что-то полезное тебе. Ты должен прийти и принести что-то полезное людям. Поэтому тут вот думать надо. В каждом индивидуальном случае нужно думать, с чем человек пойдет в ТикТок. А правда, что свежие аккаунты лучше залетают в рекомендации, чем более? Да там нет такого. Алгоритмы ТикТока построены следующим образом. Ролик в любом случае будет показан какому-то количеству людей. Если эти люди его по лайкам, прокомментировали, репостали, досмотрели, он покажется еще большему количеству людей. И так далее. Это как вот кидаешь камень в воду. Если камень достаточно тяжелый или плоский, круги начинают по воде расходиться. Вот если маленький камешек кинуть, скучный такой, серенький камешек такой маленький, один пульк и все, и ничего не будет. А если булыгу туда кинуть, очень интересную какую, или там шашку динамита закинуть, тогда круги будут большие. Друзья, я напоминаю, что можно задавать нам вопросы в комментариях в Фейсбуке, и я эти вопросы буду как бы транслировать, и мы будем с Галиной на них отвечать. Вот у меня какой вопрос. Понятно, что вот эти большие охваты всех поражают в ТикТоке. Блогер-миллионник в Инстаграме это ой-ой, блогер-миллионник в ТикТоке это ну так, середнячок. Потому что ТикТок построен по-другому, потому что ТикТок поддерживает авторы. ТикТок самому интересно показать конкретные ролики как можно большему количеству людей. И если, условно, алгоритмы ТикТока и автор, они друг друга, автор ТикТоке понимают оба это, тогда успех гарантирован. Ну вот мы там смотрим, радуемся растущим цифрам, поражаемся их объемом. А есть уже какие-то кейсы, как бы вот, как это все выливается в конкретный бизнес-результат? То есть охваты это хорошо, но ведь должны быть продажи какие-то. Есть какие-то интересные кейсы? Вы знаете, пока напрямую это отследить тяжело, если это, допустим, неофициальный хэштег-челлендж, где стоит или неофициальный, или официальная реклама, где стоит конкретная там UTM-ка, по которой можно посмотреть переходы. Если бренд, а большинство брендов еще, ну как большинство, а те, кто приходит все-таки без галочки, они действуют на охват. И тут только всплесками на среднем можно посмотреть. Ну, то есть, или ты ставишь конкретную ссылку и смотришь переходы по конкретному, по конкретному виду деятельности. Вот. И таких, это можно сделать несколькими способами. Там уже того же блогера можно попросить в шапке профиля поменять ссылку на вашу ссылку, на UTM-ку, только блогеры за это попросят очень существенные, существенные средства. Вот. Либо как-то попробовать это дело продвигать в самом ролике, но тогда это не отслеживание. То есть, ты бренд покажешь, а какое воздействие бренд ты не померяешь, так и следственно не на среднем. Вот. Поэтому очень сильно зависит от конкретного кейса. Ну вот мы, например, делали кейс, делали предпремьерный показ с фильма «Стендап от прикрытия для Мегуго». Вот. В киносервисе, в принципе, в киноиндустрии, в принципе, очень сложно отследить конверсию уровня воронки в продажу. Вот. Поэтому изначально все были ориентированы исключительно на то, чтобы блогеры, у которых целевая аудитория есть, кто пойдет на «Стендап от прикрытия», просто пришли на предпремьеру и сделали большое количество контента. И, учитывая то, что «Стендап от прикрытия неплохо сработал и сделал неплохую кассу по сборам, и, судя по тому, что заказчик был супердоволен, видимо, все ок. Хорошо. Ну, а вот что вы... Ну, бывает такое, что у нас, например, по-другому бренду, косметический бренд, когда у нас девочки от 14 до 15 лет, увидев в аккаунте рекламу с конкретным блогером, который, допустим, тушь рекламирует какую-то или помаду какую-то, или там палетку Оли Бузовой, приходит и говорит, я вот видела у вас в ТикТоке вот такое-то, покажите, где она лежит. Ну, такое не заставишь, извините меня, каждый раз записывать, это очень трудоемкая вещь. Поэтому, либо автоматизировать такие вещи, это можно несколькими способами делать, либо всплески на среднем смотреть. Ну, а вот что вы порекомендуете компанию, которые вообще не очень развиты соцсети, вот они думают сегодня Инстаграм, вот такая крутая сеть, там Фейсбук, куда пойти? Вот стоит рассматривать такой компании в первую очередь ТикТок, или все-таки как бы нужно гигиенические потребности закрыть, ключевые соцсети, а потом уже ТикТок как некая настройка? Это сильно задача зависит, и это не от того, есть у них соцсети или нет соцсети, это зависит от задачи, чего им надо-то? Что у них в приоритете? Охват, можно в ТикТок пойти, если они знают, что у них есть А, время, Б, ресурсы, а С, они ТикТок и были, то есть они милые, добрые, умеют пилить контент, я не знаю, умеют быть забавными, и так далее, и так далее, и так далее, и им нужен охват, именно охват неизвестных брендов, тогда ради бога могут пойти в ТикТок. Если им нужна условно узкая деловая специализация, деловая соцсеть какая-то, и продажи с чеком сильно выше, чем розничный, ну там, я не знаю, какой, машины, допустим, люди продают, станки деревообрабатывающие, может быть, стоит пойти в Фейсбук. Ну, станки, наверное, машины как раз в ТикТоке, мне кажется, нормально должны заходить. Машины в ТикТоке заходят, например, просто прекрасно. Я знаю лично несколько брендов автомобильных, которые в ближайшее вот время просто на низком старте стоят, собираются в ТикТок выйти. Я потом похвастаюсь. Подробности на конференции? На конференции, боюсь, мы не успеем, но намекну, это очень хороший немецкий бренд. А что делать с государственным структурой? Насколько им ТикТок вообще подходит? Есть ли примеры, скоро выборы, в сентябре выборы, и вообще бежать туда нужно всем. Только единственное, ТикТок это больше, чем на 100% скептически настроенные люди по отношению не только к госструктуре, у нас в принципе исторически так сложилось, что у нас народ скептически относится к чиновникам и представителям власти. А учитывая то, что впереди выборы, в сентябре выборы в Госдуму, и многие народные избранники пойдут сейчас развивать личные страницы и страницы партии в ТикТок. Во-первых, ТикТок сам этого не очень любит и прям открыто предупреждает, пожалуйста, давайте вот без этой политической агрессии не надо слишком сильно уж прямо заниматься агитацией политической или как-то делайте это более мягко, потому что у нас здесь как бы мы здесь делаем ТикТок, а не делаем предвыборный штаб. Конечно, им надо идти, конечно, они выходят. Есть, наверное, я ни разу не видела там прямо ужасно, чтобы приятные были, вернее, так вру, нескольких политиков видела, у которых пристойный ТикТок, пристойный славный ТикТок региональные политики, которые занимаются допустим, помешаны на экологии или еще на чем-то, на вопросы социалки. В целом, сказать так, чтобы у нее были ТикТоки уровня Киря Лайф, у которого 30 миллионов подписчиков и который чемпион по господи, по паркуру, ну, такого, конечно, нет. Политик и чиновники все-таки немножко разные, да, политикам больше надо заигрывать, чиновники, они как бы вот те, которые там городские если ты не Навальный, уж простите, что я назвала имя того, кого нельзя наблюдать. У нас не первый канал. Если ты не Навальный, то нужно будет постараться, да, заходить не с агитацией, не с, я не знаю, голосуйте за меня в ближайших выборах, я решу все ваши проблемы, и есть будем три раза в день черную икру. Заходить нужно с социалки, с чего-то очень важного, с того, что волнует, всех избирателей волнует. Есть такие тиктокеры, политики, у которых это более или менее хорошо получается. У госструктур такие вещи, я не знаю, наверное, должны получаться, если они будут к этому относиться более серьезно. там те же, допустим, чиновники от спорта, которым где-то надо черпать, во-первых, а, зрителей, б, самих спортсменов, которых нужно выращивать, молодой, там, дюзшей-то нету, как бы, они должны этим заниматься. Но заниматься они этим, судя по тому, что, мы слышим, они не хотят, потому что как раз такие вот это чо, я клоун, что ли, вот это вот тикток ваш идти. Хотя местные региональные команды, вот есть хороший тикток у команды девочек, которые занимаются хоккеем, у них есть, я забыла, как они называются, честно скажу, региональные команды, девочки играют в хоккей. У них очень классный тикток, очень веселый. Естественно, они работают на своих болельщиков, болельщики приходят их поддержать, а болельщики что делают, голосуют рублем, кассы пополняются. Вот простая связь. Вот интересный, кстати, вопрос, вот и вы сказали, и я слышал от многих, вот, ну, я когда провожу тренинги с как раз пиарщиками госструктур и обсуждаем тикток, они часто звучат мнение, тикток очень оппозиционный, типа, нам туда идти страшно и не хочется. Почему тикток оппозиционный? Почему инстаграм не оппозиционный, условно говоря? Да на какой он оппозиционный? Тикток это те же люди, только в тиктоке, те же, что и в инстаграме, те же, что в фейсбуке, те же, что везде. Он никакой не оппозиционный, просто он тикток. Ну, в тиктоке много оппозиционного контента, скажем так. много оппозиционного контента, ну и что теперь? Да, он есть, что, вот прям, боятся что ли? Вопрос, с чем заходить, понимаете? Вопрос, с чем заходить. Если ты зайдешь и скажешь в тиктоке и начнешь поливать конкретного оппозиционного журналиста, деятеля, еще там кого-то, начнешь ролики с того, что ты начнешь критиковать, конечно, придут и ответят. Кто-то есть такой и очень быстро это сделают. Это раньше ТикТок был мелотай-мелотой, все друг друга поддерживали, а сейчас туда пришли люди, которые очень быстренько расскажут, кто-то есть на самом деле и честно расскажут. Поэтому ТикТок это такое, знаете, я всегда говорю, ТикТок это зеркало. Что тебе нравится, он тебе и покажет. Нравится трэш-контент? Покажет трэш-контент через какое-то время. Если ты молодая мамочка, и тебе нравятся младенцы, будут показывать тебе младенцев, котиков, еще какие-то вещи. Там же лента обучаемая, да? Конечно, да, там настраиваемая лента, а там один из самых умных алгоритмов, которые я когда-либо знаю. Нравится спорт, показывает спорт. А у меня вообще просто дичь. Я поскольку работаю с ТикТокерами, у меня там такая дичь, просто понимаете, от оппозиционных политиков до варенья манной каши на молоке. Да, это супер. А будет ли, как на ваш взгляд, сам ТикТок вмешиваться вот в эти все политические дела, как, например, Твиттер в Америке? Ой, не знаю. Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет, потому что очень хочется, чтобы что-то осталось такое, где, ну, условно, где есть возможность самоорганизации. Я вообще в этом принципе, конечно, в этом смысле мне очень нравится, знаете, давайте создадим для бизнеса и для людей условия, а то, как они там, что будут делать, пускай сами разбираются. Это либертарианство называется, если я ищу не прохожу. Да, это хороший террористый тоже. Она мне тоже симпатична. Ну что, наше время потихонечку подходит к концу. Я уже вопросов пока нам не задал. Ну, мы уже говорим... А интрига? А интрига? А интрига? А сказать, что я раскрою на докладе цифры, за какие это можно сделать? Да, вот, давайте. То это, между прочим, не дешево. Что, еще раз давайте расскажем, что будет в вашем докладе на конференции 27-28 мая в Москве. Напомню, мы всех ждем на нашу конференцию «Эффективная пресс-служба». Ссылка будет в описании и к видео на YouTube, которые мы выложим в записи этого эфира, и в Facebook. Давайте послушаем, Галина, что же она нам расскажет. Да, на самом деле, все то же самое, что я сказала до этого. Я расскажу, зачем TikTok нужен, кому он нужен, у кого есть шансы быстро в нем взлететь, а у кого... Сколько это может стоить и в части органического контента, и в части рекламы, и как развить контентный аккаунт пошагово собственными силами, и что для этого нужно. Ну, и если самим пиарщикам это интересно, сами пиарщики могут пойти и развивать личный персональный аккаунт и рассказывать про пиар, про коммуникации, еще про какие-то вещи. Раньше встанешь, быстрее станешь популярным. Как вы считаете, когда органический рост прекратится в TikTok? Когда станет как в Инстаграме? Я надеюсь, что в этом году TikTok выкатит обновления, про обновления, которые все ожидают, в том числе, допустим, тиктокеры популярные очень ждут монетизацию за количество просмотров, по своим аккаунтам, потому что у них они многомиллионные. Вот. Я думаю, что скоро. Я не могу сказать конкретные сроки, но учитывая то, что TikTok постоянно-постоянно, у них релиз, 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 релиз за релизом идут, и каждый релиз, что-то полезное, что-то полезное, что-то полезное, что-то полезное, что-то полезное. Ну, а более подробно мы поговорим во время конференции. У меня еще вопросы. Я тоже позадаю на конференции свои вопросы Галине и Яне, которые будут вместе с ней выступать. И я думаю, что мы как бы поделимся тоже полезными, интересными кейсами. И покажем самое главное, кто что делал, кто что реализовывал, чтобы можно было не просто послушать, а и посмотреть глазами. Какие-то интересные кейсы. Спасибо, Галина. Напомню, это была Галина Харнахоева, основатель пиар-агентства Кабарга. Мы с вами завершаем сегодняшний эфир. Спасибо вам большое за вашу очередь. Всем спасибо. Всем ТикТок. Все, пожалуйста, заводим аккаунты, передвигаем аккаунты в ТикТоке, и все приходим на нашу конференцию «Эффективная пресс-служба» 27-28 мая живую в Москве. Кто не может приехать в Москву, есть возможность купить онлайн-доступ и смотреть нас в онлайне конференцию оба дня, оба потока докладов. Напомню, будет два потока докладов пиар в бизнесе, пиар в госструктурах, то есть у нас фактически будет параллельно идти в соседних залах два потока, и можно, как всегда, переходить с потока на поток, и главное будет нетворкинг-сессия, как всегда, мы будем знакомиться друг с другом, общаться. Ну что ж, всем пока, спасибо. Спасибо.